Казнить нельзя, помиловать, как правильно тут расставить знаки припинания, в ближайшее время решит глава республики Крэм Сергей Аксенов. Речь идет о судьбе председателя Бахчисарайского районного совета Рифата Дердарова, который несколько недель назад написал заявление о сложении своих полномочий, тем самым признав, что не справился с возложенными на него обязанностями. На очередной сессии районного совета как раз говорили об этом. Тему продолжит Ольга Савенко. На повестке этой сессии уже стоит вопрос, как выполняются поручения главы республики в Бахчисарайском районе. На прошлом заседании к местным властям у республиканских было много вопросов. Один из скандальных – каким образом на территории Ханского дворца работала шашлычная ашлама-сарай. Как утверждает Рифа Дердара, в кафе закрыта, а землю передали в постоянное пользование Бахчисарайскому историко-культурному археологическому музею-заповеднику. Глава района признал в районе слабой исполнительной дисциплины местной администрации и взял на себя всю ответственность за ситуацию. Как отметил на заседании Совета министров Сергей Валерьевич Аксенов, время требует жестких мер. Все взятые на себя обязательства должны выполняться всеми без исключения должностными лицами. В первую очередь в полной мере отношу эти слова к себе. И в связи с этим, неся полную ответственность и понимая, что сегодня глава муниципального образования и понимая то, что происходило, что не справлялись с рядом своих поставленных поручений, всю ответственность за все происходящее в районе, я несколько недель назад написал заявление о сложении полномочий. Заместитель председателя Совета министров Дмитрий Полонский оценил поступок Рифата Дердарова и считает, что это станет переломным моментом для всего района. Для других руководителей это будет показательным примером. Я считаю, что это такой настоящий мужской поступок. Он взял на себя ответственность, как настоящий руководитель. Ну, оценку, конечно, этому всему даст глава республики. Но в любом случае, за его мужество и за честность я ему, конечно же, благодарен. Хотелось бы, чтобы и остальные руководители в республике точно так же могли с открытым забралом выходить к людям при средствах массовой информации и говорить, что да, мы ошибались, мы не правы. Но готовы нести за это ответственность и готовы, если нам дадут шанс, исправляться. А исправляться предстоит во многих сферах. Бахчисарай и район среди лидеров по жалобам крымчан. Многие считают, проблему людей должны решаться не одним человеком, а слаженной командой. Может быть, как совет, собрать в районе какой-либо координационный штаб или совет, куда бы вошли, в том числе и депутаты, и работники исполнительных структур, Бахчисарайского района и города Бахчисарай, и отдельные депутаты. Чтобы вы могли месяц раз, я не знаю, неделю раз, две недели раз, десять дней раз собраться и посмотреть, что у вас в районе, в каждом населенном пункте. Последнее слово остается за главой Крыма Сергеем Аксеновым. Именно он решит дальнейшую судьбу председателя Бахчисарайского районного совета. Наконец, после всех этих сложностей, мы видим, что и депутатский корпус, и руководители администрации поняли, что только отслаженные работы, от эффективной зависит будущее. Но если на это надо было потратить полтора года, и надо, чтобы ситуация в Бахчисарайе плотно занялась руководством республики, значит, все мы делали правильно. Впереди еще есть время для наведения порядка. Ходатайство части местных депутатов, не увольнять чиновника, также будет передано. Ольга Савенко, Игорь Романенков, Время новостей, Бахчисарай. Реакция главы республики на кадровые вопросы бывшей столицы Крымского ханства не заставила себя долго ждать. Сразу после визитов в Бахчисарай Дмитрий Полонский доложил об итогах поездки Сергею Аксенову, и тот принял однозначное решение. Раз так, будем говорить, покаялись люди и признают свою вину, давайте пойдем на встречу, договоримся с испытательным сроком, но должны зачистить все свои недостатки буквально в течение трех месяцев. Хорошо, Сергей Романенков, Время новостей. Хорошо, Сергей Романенков, Время новостей. Будет выполнено, я с вашего поздравления возьму тогда эту ситуацию на контроль и буду вас постоянно об этом информировать и докладывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!